пришел улегся это я сегодня мыло окно подоконник и гляньте что с него посыпалось к басенька к басенька где же ты шляешься хос конечно скажи на 9 килограммах то всякого может разместиться много чего скажи говори говори а мне-то по барабану нагулялся пришел поел молочка попил так да хвостом мне нравится все-все ухожу ухожу рыбать поди служит же лапки так с хвостом с вами боже ж ты мой сколько кошки и коты могут спать вот он иногда сутки спит станет поезд и опять спать вот жизнь обычно я здороваюсь с вами утром а сегодня здороваюсь конце дня но вы знаете уже все что за день сегодня был собственно почему я вышла огромное спасибо моим очень немногочисленным друзьям но я собственно никого и не просила и получилось так что в этот день меня поддержали три мужчины приехали посидели со мной алинку они все знали мы не долгое время но знали я поплакала они тоже вот тоже уронились как говорят скупую мужскую слезу помогли мне справиться с горем такой день да я говорю это же она она со мной постоянно но вот такая дата это тяжело 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 еще когда не можешь на могилу сходить и праздник такой я кстати всех поздравляю с праздником мои дорогие пусть уже этот день отходит пусть уже этот день отходит в общем день тяжелый царство небесное пусть земля и будет пухом что вот говорят пресветлый рай да чего угодно я могу говорить я просто понимаю что и нет со мной ладно мои золотые что то я вот второе видео вас нагружаю это не дело опять начнут мне писать хватит ныть да не ною я я соберу себя в кучу и завтра утром все будет как надо я только еще раз говорю берегите себя и своих близких ладно мои хорошие давайте пока пока до завтра меня очень поражает коба вот как то да вот говорят вот животные там вот это почему когда я разговариваю с ним с ним и с Алинкой вместе и говорю Алинка и он сразу прям у него уши он ищет глазами ну как может кот полтора года помнить а ведь помнит она его так любил и он так ее любил все говорят животные ничего не понимают все они понимают и да ну парень-то молодец чистоплотный конечно придет с собой натащит Чёрт чего. Ну, так вот. Я вот только сегодня узнала, смотрела видео Гелы Чары. Гела Чара есть такая девушка, ну, которая шьёт всё подряд там из лоскутков. Я очень её уважаю, очень она мне нравится. Вот. Я узнала, что, оказывается, у моей Саши очень породистая кошка, которую, кто смотрели, видели зимой с такими янтарными глазами. Да. И ты у меня породистый, да, конечно. Я не знаю, там, есть ли порода у тебя, но по своей крупноте и по характеру, конечно, ты. Да. Не дворовая, как я, как мне писали, да. Много они знают. Доброе утро, мои дорогие. Распускаются. Потихонечку. Ой, а тут-то у меня прям маки-маки. Доброе утро. Прям всё вот. Всё летнее утро. Сейчас посмотрим, сколько с утра градусов. И этот, видите, вот эта акация, это потихонечку всё-таки всё-таки распускается. Но вот эти, такое ощущение, что это сухие ветки стали. Не, а не, вот тут вот. Вот, видите? О, зеленушечки вылазят потихонечку. Поздняя какая. Так, ну, чё у нас тут? Ха! Чё у нас тут? Видите? Время девять утра. Опять тридцатка будет, значит. Ну, так вот. Ну, что, как прошёл вчера день? Сын съездил к Алинке. Ну, там убрал всё, в порядок привёл. Надо памятник делать, вот. За это лето надо памятник поставить. Ведро валяется. Как ветром тут ветер был, так летало всё. Так, надо звонить Толику. Да чё-то посмотрела у меня. Всё кончилось. Ну, лук, морковка, картошка там. Ну, вообще, лежит одна одинокая свёкла, уже такая мятенькая. Чё-то и рыбке хочется. В этом карантине понакупила консервов. как это, знаете, на всю оставшуюся жизнь. Ай, вот и лежат теперь банки. Я консервы-то не хочу. Правда, и рыба-то здесь продаётся. Придёшь, посмотришь, она такая старая. Они же едят в основном местные свою вот эту черноморскую. Они к океанической-то не привыкли. Они, если покупают там из наших рыб, так вот эти ментайда, хек. Остальное даже. Вот. А я люблю жирную рыбу. Я люблю зубатку. Вот. Ну, это из тех, которые ещё, собственно, по деньгам ещё как-то можно. Понятно, что я люблю семгу, но это не для нас рыба. всё, что полезно, вкусно, всё это очень дорого. Нечего простым пенсионеркам рыбу хорошую жрать. Так, ну ладно, пойду Толику звонить. Позвонила. Это ж Толик, у него один ответ. Сейчас приеду. О, и тут-то у меня зацветёт, только вот за этой веткой не видно. Надо её отпилить, она вообще тут ни к чему. на этот в прошлом году цвёл. Сейчас не хочет. Когда жарко, нужно всё делать с утра. а потом сидеть дома не вылазить. Я вот так летом и делаю. А то мне пишут, «А почему вы не загораете? Да я чё, ненормальная, что ли, загорать в таком возрасте? Это вредно и некрасиво. загорелые старухи. Это омерзительное зрелище». Нет, я летом сижу дома. Выхожу на улицу утром и вечером. Ну и где он, я приеду? Я уже и переоделась, и вышла давно. Жду. Человек-ракета, ты где? Так что ни о каких загарах и речи быть не может. Я понимаю, там местные бабушки, которые тут родились, выросли и привыкли загорать, так хрен ли им сделается? Они всю жизнь этим занимаются. А нам-то, северным, зачем это? Да и выглядит это плохо, на самом деле. Так что? Так, ну не дождаться мальчика. Вот он. Ха-ха. Здравствуйте, молодой человек. Здравствуйте. А шо это? Спасибо. И тебя тоже. А шо это ты без маски прям? Страх потерял совсем. А я сунулась это самое. У меня ни морковки, ни лука, ничего. Так люди проходят мимо остановки и пошли. Вчера узнавала в правлении, говорю, вообще ходит маршрутка. Да, утром два рейса, ну, чтобы люди на работу, а потом по расписанию выходного дня. Я говорю, в смысле это как? Я говорю, вы бы хоть повесили на остановку бы расписание. А то они, значит, водители не хотят ездить, потому что люди не ездят, а люди не знают. Так повесьте о расписании это, ну, люди на юбилейный не знают. Я же несколько раз пыталась выйду по расписанию, а его нет. А он еще по выходным дням ходит. По выходным то вообще вообще не понятно как. В будущем может быть, что-то, когда анаптерами надо было, я знаю, что говорили. А в выходной день то непонятно, работали. Ну вот. Тут вот так машины ездят как хотят. Вот видите, Ирина тут работала, которая продавала мое украшение. Она закрылась. А что, никто тут ничего не покупает. Жалко. Такая женщина приятная. Ирочка, если вдруг вы меня видите, огромный вам привет и благодарность. Жалко. Ну, правильно они ж приехали, тут пожили. Вот хотела свой бизнес открыть. Ничего не получается. Уехала. Так. Пойду я схожу в фурнитуру. Ой, надо же маску одевать. Господи. Ну, конечно, ничего. что мне нужно, нету. Вот вроде ассортимент у них как-то развивается. Но они заказывают такую дешевку. Если бусины под жемчик, то пластиковые. Но они должны быть хотя бы стеклянные. Вот это вот что-то тут построили. О-о-о, начало. Пойдем посмотреть. Вот там здесь балушек приводят. Я вернулась. Ой, ну как вот. Ага. так иди забирай свое пиво, креветки. Ага. Да, я своему соседу, как я его называю, просил, привезла. Моевочка прям свеженькая. Прям первым поездом из Мурманска приехала. прелесть моя. Забыла вам, да, рассказать. Костя ездил калинки на могилку с семьей. Вот, прислал мне фотографию, я вам ее сейчас покажу. Очень хорошо там. Там дело в том, что там, где вот этот участок кладбища новый, там был крутой склон к заливу. Ну, туда вот вниз. И когда делали объездную дорогу, Ленинградку нашу новую, то весь грунт оттуда, весь песок свезли вот на это место, разровняли. И получилось, что там такой вот дренаж хороший. Вот эта вся вода, снег уже был ужасно много в этом году. Вот. И когда вот эта вся вода ушла, то там прям сухонько, прям сухонько, песочек. Хорошо очень. Вот. Мурманский все, прям цветочки, цветочки, листочки, листочки, и деревья уже такие зелененькие, и травка, и погода прям хорошая. Все замечательно. Лишь бы вот отменили все это дерьмо, чтобы люди могли опять работать, зарабатывать деньги, потому что тяжело, сами понимаете, когда у вас полный дом детей, всех надо учить, одевать, обувать, кормить. Проблематично очень. А у нас хочу всех обрадовать. 15 июня снимают все карантинные меры. То есть люди, которые думали ехать, не ехать, в отпуск, все. Крым вас ждет. С 15 числа велком. Всех ждем. Жарище. Сижу дома. Выйду на улицу только к вечеру поливать все нужно. Хотя дело навалом, конечно, у меня и цемент там, и всяко разное. Вот. Но нет, жарко очень. Прям вышло, пока говорю, ой, припекает так, что мам, не горюй. Да, второй день такая жара. Прям так неожиданно. Нет, обещали там, что 5 числа будет там до 28, но то, что вот сейчас я пошла, посмотрела, 31 в тени. Даже мух нет. Я пошла в этот подвал, ну, забирала из машинки стиральной вещи сушить. Все мухи там в тенечке, они вот все лето в жару там жужжат. Просто вообще, да. Нет, такую жару я не люблю. Кабася ходит, ищет место себе в тенечке. Там полежит, там полежит, даже никуда не уходит. Под кустами лежит. Жарко, да. Ну, если Мурманский 17, там летом-то редко такая бывает погода, прям в разгар лета. А тут уже и за 20 было, он ходит, ищет. Ищет. Где бы ему полежать? О, под гранатом улегся. Кабаська. Так, пойду в дом. Цикады. А у меня что-то вообще, слушайте, а я не вижу в этом году вообще цикад во дворе. Может, из-за того, что я этой химией траву поливала. Ну, обычно они лазают везде, черненькие такие жучки. тут не вижу чего-то совсем. Слышите, трещат? Значит, лето. растение на какую высоту поднялось с земли до второго этажа вон. По проводу. Ты иди, погрей. Там мясо тушеное с овощами. Сейчас я сниму, с девочками попрощаюсь и приду. Так. Ну, какое солнце-то в какой-то дымке. Ну, что, мои хорошие, вот еще один вечер. Хоть можно что-то поделать на улице. Просто воздухом подышать, хоть нет такой жары. Пока, мои дорогие. Давайте спокойной ночи вам. Пусть все будет хорошо. Пока-пока. .